Вопрос действительно понятен, но не меняется менталитет в один день. Я первый раз, знаете, часто говорил, что вот украинскую там культуру, там, мобили и так далее. Я всегда, ну, считал это действительно каким-то комплексом меньшевартости, но когда я впервые уже окончив школу, взял в руки хрестоматию украинскую, которую написал человек, который любил украинский язык, то я понял, что гнобили. Потому что когда мы в школе читали стихи Тычины, нам хотелось тошнить, да? Трактор в поле дыр-дыр-дыр, мы за мир, мы за мир, да, там и так далее. А потом, когда я открываю ту же хрестоматию, того же Тычину, читаю стихи про Мазепу, которыми просто можно зачитываться, то у меня тогда сложилось впечатление еще в институте, что действительно намеренно, ну, через украинскую литературу, которую преподавали в школе, убивали любовь к украинскому языку, украинской литературе, они наоборот как-то развивали, да? И люди, которые, ну, не было у них этого уважения, не поменяется оно в один день. А по детям я соглашусь с Анаром, потому что, ну, мне здесь не надо соцопросы проводить, у меня дочки 6, сыну 12. Это украинцы. И я вам скажу, что, ну, конечно, они видят, да, там, чем я живу, чем я болею, но им это привили в саду, в саду, в детском саду еще привили. И у меня, я замечаю, они приходят, Украина, Украиночка, у нас на Украине, все зависит, и все у нас делается, и все эволюционно у нас изменится. Придем мы, поколение сменится, и поверьте на слово, будет Николаевс ощущать себя исключительно украинцем, я в этом уверен. Спасибо.